Три дня, семь тематических площадок и более ста участников. На Ринмаре стартовал пятый юбилейный региональный форум «Молодежь 83. Энергия будущего». Мероприятие традиционно является самым знаковым ежегодным событием для молодежи округа. Основной площадкой в этом году стал Нинецкий аграрно-экономический техникум. Научиться профессионально создавать и вести свой блог от идеи и формирования контента до продвижения его в интернете. Этому участников научили на одной из площадок – «Благосфера» – новое направление регионального форума «Молодежь 83. Энергия будущего». Это актуальное направление, которое развивается не только у нас в регионе, но и в других. И хотелось бы узнать для себя что-то новое и как раз публиковать и рассказывать о своей деятельности уже непосредственно другим людям через сеть интернет. Кроме «Благосферы» на форуме организованы еще шесть ключевых площадок. Это «Юна армия», «Ты предприниматель», «Добровольчество», «Волонтеры Победы», «Арктическая школа права» и «Российское движение школьников». В рамках практических занятий активисты РДШ с экскурсией посетили телеканал «Север». Анна Селезнева в будущем планирует стать журналистом. Для нее это отличный шанс познакомиться с будущей профессией. Рассказали об особенностях и построении сюжета, что для этого используют журналисты. Показали блок монтажа, и меня очень восхитил блок, где режиссер следит за постановкой света, ВСБ, за тем, как снимается сюжет. Это мне очень восхитило, все эти приборы. Я под впечатлением. Мне очень понравилась экскурсия. В программу площадок включены не только открытые практические занятия, но и мастер-классы и образовательные программы от спикеров из других регионов. Один из них – тренинг на тему «Ты и твоя команда». Мы определим собственную систему ценностей, определим, в чем состоит уникальность каждого человека, и как из этого многообразия уникальных личностей собирать полноценную целостную команду, в которой каждому удобно работать. Поэтому сегодня будет очень много упражнений, мало информации, мало лекционной части и много-много командной работы. Причем команды будут постоянно меняться, чтобы наши участники форума смогли понять, что команда складывается не долгими годами, а команда складывается тогда, когда каждый готов эффективно работать. На каждой из площадок участники смогут создать свои проекты. Лучшие из них после оценки жюри могут получить грант на его реализацию. У нас в конце предусмотрено, введено уже не первый год, традиционно разыгрываются гранты на реализацию своих небольших социальных проектов. То есть у каждой площадки будет возможность создать свою проектную группу, проработать в вечерних, скажем так, факультативных занятиях на конвейере проекта вместе с экспертами свои проекты, представить их на конкурсе, результаты которого будут подведены в воскресенье, и получить небольшую сумму, до 50 тысяч рублей, на реализацию этих проектов в 2019 году. Для молодых людей участие в форуме «Молодежь 83. Энергия будущего» – это возможность увлекательно используя провести время. Форумы очень необходимы, потому что мы знакомимся с новыми людьми. Потому что, например, я пришла, и меня не все ребята знают, хотя я с самого начала, с основания РДШ. Мы знакомимся, узнаем много нового, к нам приезжают люди, от которых мы тоже очень много узнаем. Это полезно, сплощает людей, дает возможность узнать что-то новое и поделиться своим опытом. Мероприятие проводится уже в пятый раз и является образовательной площадкой для творческой, профессиональной, волонтерской и общественной самореализации молодежи. В этом году в форуме приняли участие 120 активных и талантливых молодых людей от 14 до 30 лет, в том числе из шести муниципалитетов округа. В наше время нас заинтересовывает молодежь. Мне кажется, что молодежь себя найдет в одном направлении, это как юная армия, это спорт, это вообще военная подготовка, так же как российское движение школьников и так же как волонтеры победы. Так что, мне кажется, молодежь должна себя везде найти и для этого созданы многие организации. И вот, например, сегодня как этот форум, чтобы все организации были вместе. Итоги форума подведут 18 ноября во Дворце культуры Арктика. Там участников ждет неформальное общение с развлекательной программой и дискотекой.